Ну что скажешь, дирижер все-таки это неотъемлемая, самая главная часть любого оркестра, да? Так и есть. Методатическая связь определенно должна быть с любым участником любого мероприятия. У нас сегодня в гостях дирижер отличного мероприятия под названием «Ползунки-2016». 2016! Вы сегодня дирижируете у нас сегодня. Здравствуйте, я представлю нашего сегодняшнего гостя. Это Нонна Бахарева, учредитель детского развивающего центра «Семья от А до Я». Сегодня мы в большей степени будем говорить, конечно, о мероприятии, которое пройдет 1 июня, как уже сказал Денис, «Ползунки-2016». Да, на базе нашего центра пройдет это мероприятие. Проводится оно более пяти лет. Малыши, мамы, скорее семья ждет этого мероприятия. Участники от девяти месяцев до полутора лет. Мы их делим на три возрастные категории. Семья готовится, соревнуется, дома тренируется. Чем будут они заманивать малышей, наших маленьких чемпионов. Проползти они должны 4 метра. Ну и в финале... Феноменальная дистанция для маленьких спортсменов. Ну, для малышей, для девяти месячных. Да, это действительно хорошая дистанция. Это будущий чемпион, я надеюсь, в нашей республике. И многого они должны... Весовые категории учитываются? Нет. Да, разная весовая категория. Но тут, вы знаете, бывает по-разному. Бывает, что он маленький, худенький и больше интересуется чем-то, что вокруг. Бабочка прилетела, он отвлекся, засмотрелся и все. Поэтому тут задача всей семьи заинтересовать малыша чем-то, что он очень любит. И они готовят это именно к тому дню, когда соревнования. И он ползет к своей цели. Какой-то мотиватор должен быть, да? Да, обязательно. И участвует вся семья. Мама, папа, братья, сестры. И это очень интересное мероприятие, потому что они неделями готовятся к этому соревнованию. Дома там что-то придумывают. Тренируются. Тренируются. Ну и это очень объединяет семью. В первую очередь это мероприятие для всей семьи. То есть для, наверное, основной цели объединить всю семью, чтобы они были заняты общим делом. Да, мы любим такие. У нас есть традиции в центре, когда мы говорим о семейных традициях, когда мы вместе печем блины на масленицу, когда празднуем новогодние праздники совместно, собирая всю семью. 9 мая мы отметили с бабушками, с дедушками, с малышами, где шили они гимнастерки, говорили добрые слова своим бабушкам, дедушкам. Ну это такие традиции, которые нужно передавать из поколения в поколение. Вот ползунки это тоже одна из традиций наших. И мы будем ее продолжать, я надеюсь, при вашей поддержке, потому что Первый Крымский поддерживает это мероприятие. Вы и наши генеральные партнеры. Мы очень благодарны вам. Ну, не бесплатно, за блины. Да, за блины. Кстати, блинами можно заманивать. Я бы вот на блины повелся. Пополз бы за блинами. Даже не 4 метра, наверное, прополз бы целых 8. Ну, я думаю, там будет все что угодно. Кто компьютерами, кто телефонами, кто пирогами. Кого что интересует. А родители рядом с ними допускаются к ползунковым дорожкам? Они также ползут только в обратную сторону. А, то есть навстречу? Они заманивают, они заманивают малыша. То есть кто-то там находится. Из родителей? Да. Главным судью этого мероприятия будет Андрей Шарков, президент тайм-рестлинга Крыма. И он всегда поддерживал нас на этом мероприятии. Будут почетные гости, будут участники всего нашего центра. И все будут болеть за своих любимчиков. Потому что до 26 числа будет проводиться регистрация маленьких чемпионов. Мы их зарегистрируем. Будем объявлять, кто будет участниками, в какой возрастной категории. И каждый выберет себе любимчика и будет за него болеть. А где можно зарегистрироваться? Вот если мамы и папы, которые сейчас услышали, узнали, вот захотели, чтобы их малыш поучаствовал в этом мероприятии, ползунки 2016. На вашем канале будет анонсироваться это мероприятие. И по телефонам, которые мы будем давать, можно будет перезвонить и зарегистрироваться. А сколько уже участников наметилось? Ну, у нас 30 человек. 30 человек. Ого! Какой-то лимит есть или сколько угодно, может быть, маленьких чемпионов в будущем? Ну, максимум, я думаю, до 40. До 40, потому что мероприятие не может быть очень длительным, поскольку они маленькие. У них режим, у них питание, сон, поэтому это все должно пройти очень динамично. Как у всех спортсменов. Как у всех спортсменов, да. Самое главное, что вот Андрей Шарков, как отъявленный чемпион и большой человечище, будет судить маленьких человечков, будущих спортсменов-чемпионов. Да, да, я абсолютно непредвзято, честно. И многие, видя его, ползут к финишу, потому что это хороший мотиватор. А, так то есть на Шаркова можно заманивать? Ага, но он один, а участников-то 30, может быть, 40. Кто выдержит? Кто, кто, что выдержит? А победитель будет один или три, поскольку три возрастные категории? Очень много номинаций. Очень много номинаций. Будут первые три олимпийских места. Будут зрительские симпатии, будут активные мамы, активные папы. Без призов не останется никто абсолютно, потому что наша задача, конечно, объединить всю семью и наградить всех. Я думаю, само мероприятие это уже как приз. Да, конечно. Это веселое будет зрелище. Потому что это праздник для семьи. 1 июня, да, оно пройдет? 1 июня. 1 июня где? В детском центре, семья Тадая, на улице Маяковского, 23. Всем нужно, еще раз повторю, зарегистрироваться до 26 числа. Потом мы формируем группы и приглашаем уже на участие. А вы про игрушки нам рассказывали. У нас дальше будет тема про игрушки. Тема детская и тема игрушек. Чтобы игрушки для детей были не только развлекательными, но и полезными. Полезными. Очень важно, из какого материала вы это делаете. Потому что то, что продается, не всегда полезно. Нужно обязательно смотреть на производителя, из чего эта игрушка сделана. И не всегда игрушка соответствует возрасту. Если там написано от года до трех, то это очень... То есть даже если написано, не всегда это так? Ну, потому что год и три года, это... Огромная разница. Огромная разница. Огромная разница, конечно. И малышей всегда больше интересует то, что делает мама или папа. Ну, вы держите ручку, бумагу, вы варите гречку, рис, мука. А это всегда интереснее, то, что делают и видят взрослые. Поэтому моторику можно развивать и из того, что есть у вас под рукой на самом деле. Это пластиковые бутылочки, это и горошинки забрасывать в бутылочку, это и рисовать по муке, и выкладывать рисунки из риса и гречки. То есть это очень много интересных вещей. И поверьте мне, малышей это всегда больше заинтересует, чем какие-то дешевые пластиковые игрушки. С яркими красителями, не всегда здоровыми. Мы заинтересовали всех потенциальных спортсменов. Спортсменов. Так что всех желающих поползать 1 июня. Так что приобретайте наколенники. Да, это точно. Без этого никуда. Экипировка очень важна в спорте, друзья. Так что 1 июня в детский центр «Семья Тадая». Всех приглашаем. Подавайте заявки через... До 26 мая. Но мы продолжаем детскую тему и тему игрушек в дальнейшей рубрике «Нетрудный возраст».